Я даю слово представителям Русской Федерации. Я даю слово представителям Русской Федерации. Я даю слово представителям Русской Федерации. Наша общая задача не дать ИГИЛ не малейшей возможности поднять голову, накопить силы, перегруппироваться, найти дополнительную идеологическую подпитку, людские ресурсы в различных странах и среди различных слоев населения. В этой связи также следует тщательно следить за попытками определенных сил, которые способствовали взращиванию современных террористических лидеров, переформатировать ИГИЛ и создать на его основе новую усовершенствованную терроорганизацию. Предостерегаем от заигрывания с террористами и их пособниками, от применения к ним двойных стандартов, вычленения из плохих, не таких уж плохих и даже хороших террористов. Господин председатель, мы хотели бы поделиться нашими оценками террористических угроз в ключевых регионах. На текущий момент общая численность ИГИЛовцев и их сторонников Сирии составляет порядка трех тысяч человек. Кроме того, в Сирии действует множество других террформирований, наиболее боеспособным из которых остается Джабхат Ан-Нусра, проявляющая особую активность в районе провинции Длиб. Более полутора тысяч боевиков вернулись из зон боевых действий в места постоянного проживания или прибыли под видом временно перемещенных лиц в другие населенные пункты. В Ираке, несмотря на завершение военной кампании против ИГИЛ и объявление о сокращении численности формирования международной коалиции, сохраняются предпосылки для дальнейшей дестабилизации обстановки. Джихадисты перешли к тактике диверсионно-террористических действий, делая ставку на разжигание суннито-шиитского конфликта в этой стране. В настоящее время боевые подразделения ИГИЛ в Ираке насчитывают до двух тысяч боевиков из порядка сорока государств. Преимущественно из Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также России и стран СНГ. Основные очаги подрывной деятельности ИГИЛ сосредоточены в зоне так называемого Суницкого треугольника, а также в провинциях Таамим, Диала и Киркук. Кроме того, опасности подвергается юго-восточная часть страны, в частности, шиитские провинции Вавилон, Басит, Дикар, Мейсан и Басар. В Ливии ИГИЛ наращивает активность, пользуясь развалом системы государственного управления и фактической фрагментации страны. Группировка укрепляет позиции близ нефтеналивных портов вдоль Средиземногорского побережья, к востоку от Сирии, так называемого нефтяного полумесяца, а также в городах Триполи, Бенгази и Дерна. Ситуация на юге страны дополнительно осложняется массовым проникновением исламистов из Чада. В Египте активно действует Ансар-Бейт-Аль-Магдис, общей численностью до полутора тысяч боевиков. Террористы ведут вооруженную борьбу на северо-востоке и юге страны, а также на регулярной основе совершают нападения на подразделения силовых структур. Отдельное внимание ИГИЛ уделяет развертыванию в Сахаро-Сахильской зоне широкой сети террористического подполья, формированию тыловых баз, проведению регулярных акций устрашения и диверсий в отношении национальных правоохранительных структур, миротворцев ООН и гражданского населения. Наряду с этим боевиками устанавливаются контакты с местными криминальными структурами, контролирующими контрабанду оружия, наркоторговлю и нелегальную миграцию. Опасность также представляет террорформирование, заявившее о своем союзе и сотрудничестве с ИГИЛ. В первую очередь, я говорю, это исламское государство в Западной Африке, исламское государство в Великой Сахаре. В частности, ИГИЛ в Западной Африке ведет активные террористические действия на стыке границ Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада. Численность группировки составляет 3,5 тысячи человек, преимущественно это выходцы из местного населения. ИГИЛ в Великой Сахаре насчитывает до 700 человек. Филиал ИГИЛ, исламское государство в Сомали до 900 человек. Господин председатель, ИГИЛовцы предпринимают активные шаги по превращению Афганистана в влацдарм для дальнейшего проникновения в другие государства регионов. Костяк террориструктуры составляет не менее 4 тысяч боевиков, сосредоточенных в основном в провинциях Кунар и Нианганхар. Кроме того, ИГИЛовцы действуют в северных и восточных районах республики. Укреплению позиций ИГИЛ Харасан в Афганистане способствует поддержка со стороны исламского движения Узбекистан и исламского движения Восточного Туркестана. Ведется активная вербовка среди молодежи, полевых командиров из местных и региональных террогруппировок, в том числе из движения талибов и Хизб-ут-Тахрир, а также прием боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке. Наиболее опасная ситуация складывается в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном районах Афганистана, где численность ИГИЛовцев составляет порядка 1,3 тысячи человек. При этом лидеры ИГИЛ стремятся расширить присутствие на севере и востоке страны за счет районов, традиционно подконтрольных к движению талибов. ИГИЛ, к сожалению, по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, действующих под прикрытием благотворительных фондов, религиозных организаций и других неправительственных структур. Господин председатель, в ходе обсуждения седьмого и восьмого докладов генерального секретаря российская делегация обращала внимание на вопиющие нарушения режима оружейного эмбарго в отношении ИГИЛ. Вопрос по-прежнему открыт и актуален. В обсуждаемом сегодня документе проблематика поставок продукции военного назначения террорганизациям не затрагивается вовсе. Закрывать глаза на столь очевидные пробелы в борьбе с международным терроризмом нельзя. Важно публиковать сведения о всех каналах ресурсной подпитки ИГИЛ и предпринимаемых усилиях по ее пресечению. Пути решения этой проблемы будут предметно обсуждаться на второй международной конференции противодействия незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом, которая организуется в Москве 5 и 6 сентября. Мы говорим об этом регулярно. Однако и сегодня в очередной раз хотел бы подчеркнуть, что для противодействия международному терроризму необходимы коллективные действия международного сообщества. Следует правильно воспользоваться условиями, складывающимися после ликвидации террористического плацдарма на Ближнем Востоке. совместными усилиями пресечь дальнейшее распространение террористической угрозы, предотвратить нарастание напряженности в регионе и урегулировать все имеющиеся проблемы политико-дипломатическими методами на основе международного права и центральной координирующей роли ООН. Я благодарю вас, господин председатель. Я благодарю вас, господин председатель.